так всем доброе утро день 53 ну ближе к тени до ваш на завтрак готовить так меня завтрак чай с лимоном каша овсяная с ягодами с вишней господи зато как называется маленькую не клубники осталось так и едва яичко надеюсь с мяточку так что захотелось мяточку прям поварила несколько минут так ладно завтракаем дела на утро есть сейчас 7 утра до 9 у меня два часа надо что-то буду завтракать так у меня обед та же самая ячко меня пакетик был напополам поделен вчера сварила значит 150 грамм ячки 250 грамм курицы и овощи овощей не стала салатом делать так съем полторы помидорки перчик и пол огурчика буду кушать всем приятного аппетита я кофе что-то напилась и мне что-то захотелось поесть кишки промыла вот короче буду буду обедать сегодня ничем не заправляла масло цинь только маленького потому что салата нету не стала салат делать за правило масло цинь кашу всем приятного аппетита кто-то будет со мной кушать такой обед по килокалориям где-то 700 на 700 ставлю сегодня кусочек записи вот этой и посмотрю какое будет разношерстное или не разношерстное будет видео будет ли звук передаваться именно на этой камере лучше он в телефоне он нормально звучит я не понимаю а когда смотрю через компьютер сразу разница видна и слышно главное она слышно то есть звука на компьютере нету посмотрим в общем вот кусочек кусочек вставочку сделаю у нас опять все серым-серым вот эти грязные кучи снега голова болит ужасно уже выпила а скафенину голова болит и не выдержала все таки голова так и не прошла выпила тераплю долго я думаю ладно у него там состав хороший и витамина c убойная доза и ломату снимает но такая парацетамоль чикам в общем пивнула так сказать так ладно все этот вот серый пейзаж ужасный не танцы из-за маски пишутся я вижу свет в конце тоннеля это что-то с чем-то все ушли я одна по темному холодному коридору девочки как в морге здесь холодно отключали свет батареи вообще ледяные даже похоже их не запустили я уже сопли ручьем кошмар я хочу вас и домой не какой домой мне сейчас дал и сейчас на тренировку лечу лечу-лечу снег такой противно машину надо завести года у нас конечно фу какая метель ой ужас какой наше здание кошмар залепила волшебная щеточка волшебная ой как холодно кошмар какой-то ой фу какой ветер стекло налипло вообще липкий снег как как пластилин ой вообще не отодрать даже от стекла фу какой снег ужасный ой хотя маленького ощ dingen как будто пластилином налепили на стекла мокрый снег профильный Вот, надеюсь, было в интернете сухой снег, где он сухой-то, вон оно, как клейстером приляпано, кошмар, у меня задрали, ужас, вот вещь такой, как эта машина стоит у побережья, и вот это заносит снег, это вот этим вот, что там, и дует ветер в побережье, налить на машинах такая вот, ужас, что-то мне вот это напоминает. Ой, мне даже, вон, алипло, как, вообще, колеса есть, мимофары, ой, не буду чистить, у меня руки там верни. О, какой, мегапад, не знаю, видно или нет, вот свет хочет только, да, ой, фу, все, надо сбежать за машину, холодно, холодно, сейчас пару последних затратим, Ой, как холодно, а с этой стороны, с этой стороны не налипло, значит, это какой ветер-то, ой, боже мой. Ой, как хорошо, ой, тут тепленько как, руки замерзли, ой, в общем, вот так вот, каждодневно вот такие вот манипуляции с этим снегом, Это ж, конечно, тихие лужи, девчонки, снег, каждый, боже, день снег. У нас в крыше там тоже нападало дома, я не знаю, кто будет убирать, я не буду, я уже устала, Гребсти, этот двор, там прям ко входу навалило, с крыши прям упал шматок такой хороший. Я сказала, я не буду делать, потому что снег тяжеленный, с ольдышками, да мне его даже не, простите, на лопату не положить, не откинуть, он, я не знаю, тонну, видите, наверное. В общем, Так, ладно, все, руки, руки замерзли. Так, решила показать, скупала я вот такой вот, видите, нехорошо открыла, нехорошо открыла. Ой, резной, резной палисад. Балагодские продукты, творог 5%-ный, очень вкусный. Вот, цену не помню. Кот, вчера, между делом, 2, 2 штуки съел, не одну, а 2 мисочки, кстати, я им накладывала. Вот такой вологодский продукт. А сегодня купила наш, обезжиренный этот, искренний ваш. У него крупинка даже другая, я даже вижу уже, что крупинка вообще другая. Что-то у меня тут, что-то такое тарелка-то, капец. У него даже крупинка другая, у этого вон какая красивая, такая, не знаю, как даже сказать, это более крупная крупинка, что ли. Крупная крупинка, в общем. Во, какая зерно, творожное зерно. А здесь, конечно, уже мелкая. Брала он кислее. Вот этот очень вкусный, сладкий, вообще сахара не надо, но я вчера сметану положила. А сегодня со сметаной сделают только котов. Наверное, он уже ждет. Пойду посмотрю. Где он? Ну, его нету. Его нету. Так, ладно, тогда сметану убираю. Все, буду готовить кушать. Буду себе готовить кушать. Так, ну что. Кто кушает, всем приятного аппетита. Я маленько горяченького кипяточка добавляю, он маленько пожиже становится, но ненамного. Но это кисловатая, нулевочка, положила в сахарозаменители фитпарада одну штучечку. Вот. Но тот, вот это вот подворье, какое там, забыла уже, вот уже и забыла. Сегодня смотрела, смотрела, похожую этикетку не нашла. Взяла наш, вот этот вот, обычный, искренний наш, который. И уже не то. Сейчас у меня вместе тут смешано. Но тот-то 5%, а этот нулевка. Ну, выше пятерки я не ем. По килокалориям на ужин получается 400 килокалорий. Не более 400 килокалорий надо съесть. Вот 5% творог получается 360 с чем-то, по-моему. Как раз 300 грамм творога на ужин. Это норма килокалорий. Все. То есть, ну, можно было раньше. Ну, раньше, это еще 2 года назад, у меня ужин доходил до 500 калорий. Потом мы снизили, снизили, снизили. И первоначально я кушала, сейчас скажу, сколько. Если сейчас я начинаю с 200 калорий, то тогда я начинала 2700. 2700 калорий я в день кушала. Представляете, сколько еды? И вот мама мне сейчас говорит, ты столько много ешь. Мама, я знаю, что ты смотришь мои видео. Я сейчас ем 1800 калорий. 1750-1800. Постоянно, ну, каждый день примерно одинаково. Но бывает чуть больше 1800. Бывает чуть меньше. Но самое главное, что же ты ничего не говорила, когда я ела почти 3000 калорий? Это же, ты помнишь, какие миски огромные были с салата у меня? И как я сидела, и у меня еле-еле влезало это у меня все. И я писала Ване, мне не лезет, я есть не могу. А он мне пишет в ответ, дели порции, потом доешь. Мама мне говорит, ты много ешь, ты много ешь. Я не знаю, как я много ем. По моей физической активности, мне программа пишет, что я должна есть от 1800 до 200. Но так как 200 я уже начала, как бы, да, вес-то все равно надо сбрасывать. Значит, у меня более сидячий образ жизни. Поэтому 1800. Пока, как остановится вес, когда он не будет уже вниз идти, тогда уже можно будет еще скинуть. Творог очень вкусный. Просто есть любители творога, есть не любители, да. Но на ужин нужен белок. Я вот ем белок. Я, ну, курицу каждый день есть не будешь, я ее ела в обед. Говядина, ну, сказать, что у меня зарплата не позволяет ее кушать каждый день, я не могу. Для себя, как бы, я могла бы купить, но я ее не люблю. Она жесткая. И привкус какой-то специфический у говядины, я не знаю. Ну, любителю хрюшатины, свинятины. Но свининку мне нельзя, жирненькая очень. Индюшку я вообще не люблю. Специфический вкус индюшки, категорически. Даже если учую фарш или что-то, то бывает, ну, фарш индюшачий какой-то. Нет. Это не мое. Поэтому творог, яйца, как бы ни говорили, что яйца кушать можно только две штуки в неделю, яйцо это белок и жиры. Кто-то скажет холестерин в яйце. Ну, не больше, чем в вашем масле или в колбасе. В сливочном масле или в колбасе или какой-нибудь. Да и вообще в любых других продуктах животного происхождения холестерин присутствует. В жирах. Сало, едите, вот вам холестерин. Я салон не ем. Ну, сколько людей, столько и мнений. Могу сказать только то, что... Спасибо большое, кто поддерживает, верит в меня, смотрит, подписывается, ставит лайки, комментарии пишет. Мне очень-очень приятно осознавать, что хотя бы я не одна. Потому что когда один на один, это реально очень тяжело. Это реально тяжело. Морально. Девчонки у меня молодцы. Каждый раз. Катя, Алисапед. Блин. Вот. Бывает, конечно, такое, что и вообще сил нет. Смог валюсь. Не до Алисапеда. Ой, наболтала. Все. Всем пока-пока. Спокойной ночи. Буду ужинать. И тоже уже отдыхать. Я сегодня на фитнесе. Фитнесе была, на Кроссфите. Ну, конечно, конечно, это жесть. Я не знала, что я умею делать отжимания. Оказывается, штанги тягать. Весом сама штанга, сейчас скажу, сколько. Десять. Плюс два блина по два с половиной килограмма. Это пять. Пятнадцать килограмм. Это вообще уму непостижимо. Пятнадцать килограмм. Три подхода по пять поднятий. Я не знаю, как по-научному это там называется. Как это это называлось. Но это просто жесть. Меня жизнь к этому не готовила. Я уже в очередной раз это говорю. Вот. Посмотрела видео про джампер. Я говорю, может прыгать мне. Но тягать штангу. Я не знаю. Я каждый раз с содроганием сердца смотрю, как они там эту штангу. Девчонки эти блины навешивают. Я считаю, у них там почти по тридцатке висит. У меня аж это... У меня вообще в голове звезд даже. От вида от одного. Не то, что это держать в руках. Потом для чего? Я вот, я не знаю. Я вот девочка. Как вот... Зачем мне штанги тягать? Ну, качать мышцы пресс, но можно как-то же по-другому. Почему именно штанги? Ну, в общем, правильно питаться – это одно. А кроссфит, конечно, это на любителя. Я, наверное, не любитель кроссфита. У меня вот раньше, помните, шейпинг был? Вот это, мне кажется, я больше для меня, чем вот тягать эти... Ой! Ладно, не будем о грустном, но я чуть жива. Все. Теперь точно. Всем пока. Всем спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok